16 сентября в Мордовии стало первым осенним днём, когда на дорогах региона не произошло ни одной автомобильной аварии с пострадавшими людьми. А уже на следующие сутки сразу четыре столкновения, в которых шесть человек получили травмы. Это последствия ДТП, которые произошло около трёх дней в четверг на Патевградском мосту. Таксирина Логан под управлением 33-летнего водителя, двигаясь в направлении улицы Республиканской, столкнулся с Тойотой Аурис, которая ехала по улице Саранская. Обе машины получили серьёзные повреждения. В этой аварии, как сообщает ГИБДД, пострадали сразу несколько человек. 29-летний водитель Тойоты, а также 18-19-летние пассажиры такси. У перевозчика, кстати, инспектора ДПС не обнаружили путевого листа и полиса ОСАГО, за что составили два протокола. А это кадры уже другой аварии на другом мосту, которая обошлась без пострадавших. Красный форт при выезде со второстепенной дороги не пропустил автобус, который двигался по главной. От удара иномарка наехала на пешеходное ограждение. Вечером того же дня в Саранске произошло ещё одно серьёзное ДТП. На улице Косарева 35-летний водитель Форд Фокус при повороте налево столкнулся с мотоциклом. 29-летний байкер с травмами был доставлен в больницу. Не обошлось без столкновений и за пределами столицы. В Чанзинском районе на трассе не разъехались комбайны и микроавтобус. Пассажирка последнего обращалась за помощью к медикам. 17 сентября несколько выездов совершили пожарные подразделения. В 9 часов 30 минут на пульт единой диспетчерской службы Саранска поступило сообщение о возгорании нескольких бесхозных сараев на улице Кооперативная в посёлке ТЭЦ-2. Привыв на место происшествия, было установлено, что житель городского округа Саранска, как лицо безопределённого места жительства, употребляя спиртные напитки, зажжённые сигареты, уснул, в результате чего произошло возгорание. После возгорания гражданин получил ожоги и был доставлен в лечебное учреждение. Ещё один пожар произошёл спустя час в Чанзинском районе. В посёлке Комсомольске загорелся жилой дом, принадлежащий 60-летнему мужчине. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В этот же день около полуночи в посёлке Лухов к Октябрьскому району загорелся частный дом на несколько квартир. В результате пожара повредена кровля двухквартирного жилого дома и внутренняя отделка квартиры номер один на общей площади 60 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Екатерина Чермянина, Александр Изюзяев. Программа «Происшествия». Программа «Происшествия».